Всем привет друзья, с вами Макс и мы продолжаем играть в Адама Вульфа, возможно это даже будет последняя серия, потому что мы уже в последнем четвертом эпизоде, подбираемся все ближе к нашей сестричке, идем прямо по ее стопам, сейчас находимся в доме, где повесили ее подругу и спустились в какой-то зал для жертвоприношений или что здесь, я не знаю. Короче нужно найти вот эти предметы, грязная не отполированная, столько всего на меня свалилось в этих комнатах, просто жесть, нужна какая-то тряпка или что-то типа того, чтобы взять из жаровня, нет ручки нечем открывать, да то есть ножницы, одно нашли. А тут что? Часы без стрелок, а? Возьмем кому подсказку. Ножницами можно отрезать часть лоскута. А этим лоскутом мы уже можем достать вот эту фигню. Нет, так не получится, а жаль. Достать мы наверное сможем вот этими клешнями, только надо их где-то достать. Подсказка пока еще не откатилась. Я даже не знаю. О, можно протереть. Точняк. Теперь выстраиваем. Нет, не выстраиваем, нужна четвертая часть пазла и тогда только мы его соберем. Тут тоже что-то есть. Что-то сюда должно вставляться, но что с письменами? Вообще непонятно, что это такое. Нет, тут без подсказок вообще никак. Лосницы кажутся уж очень пустыми. Конечно, это же скелет. Заглянуть сюда. Черт. Как я это пропустил. Последняя часть пазла, теперь мы можем его собрать. Да, можем собрать. И там была какая-то шняга, непонятно, что это такое. Что мы можем этим открыть? Абсолютно точно что-то можно открыть этой фигней. О, как я их не заметил-то тоже. Этой фигней мы можем достать горящую ручку. Она охладилась? Нет. Ручку сюда надо присобачить, но для этого нужно ее охладить сначала. В чем-то. В чем можно охладить? Отсказка. Ммм, в воде. Похоже, вода достаточно холодная. Все, теперь у нас есть ручка. Которую мы сюда присобачиваем. Молоток. Все. Я не знаю пароля. О, точно, стрелки часов. Можно их сюда выставить. И все, забираем рубин. Куда его ссувать, тоже непонятно. Можно сунуть в глазницу, попробовать. Да. Но, видимо, нужно еще один. А то и два. Теперь я могу только это открыть. Или же сундук с паролем. Давайте помощь зала возьмем. А, нет, еще что-то можно. Я тут даже не был. Возди чуть шатаются, если бы... Все, дальше не продолжайте. С полуслова вас понял. Что под этой фигней? Э, а что там было-то? Зачем она мне нужна? Странно, странно. Ее нужно куда-то положить. Плюс найти какую-то тряпочку. А, можно ее сюда положить. И увидеть пароли. 9734. Хорошо. Все, опан. Второй изумруд. Вставляем сюда. Сезам, откройся. Ой, я не хотел. И снова приближается волк. Мало времени. Мало надежды. Опять ты. Будем играть в другую игру? Это же смерть. Я ее обыгрывал в карту уже. Несомненно. В игру жизни и смерти. И снова ты стоишь здесь, в конце своей линии времени. Но сейчас ставки выше. Куда уж выше. Ты меня в тот раз хотел убить, а теперь что? Этот раз на кону жизнь твоей сестры. Но будущее уже написано. Не волнуйся, я выиграю. Никогда этому не верил. Я спасу мою сестру. Такая разница, во что ты веришь. Единственное, что ты можешь плясать под дудку времени. Книга покажет тебе. Следующий день она поведет тебя к сестре. Но за плату. За какую к черту плату? Он мне просто так отдал книгу. Безо всяких игр. Подозрительно. Старинная книга. Наконец-то мы ее забрали. Почитаем. Книга без времен. Я даже не знаю, зачем я принялся читать эту оккультную бредятину. Вейт там. Написано Вейтом и Ангелами Времени. Они усомнились. Усомнились в том, что время бессмысленно. Оно творение человека и болезнь человека. Мы обрели вечность, мы обрели бессмертие. Эта книга тому подтверждение смертный. Эта книга покажет тебе твое будущее. Будущее уже написано. Надеюсь, я не буду все эти листы читать. Адам Гулф. О да, тут мое имя. А как занимать? Ладно, книга, покажи, что там у тебя. У нас в шее висел такой знак, которого я убил. Идти вправо. Идти вправо. Идти вправо. И что? Как-то все это странно. Разные символы. На каждой странице свой символ. У меня таких нету, а если что. Может мне их нужно найти в этой комнате? Сколько их? Раз, два, три. Четыре символа. Я попробую отыскать. Один мы можем снять с него. Да, похоже на то. И вставить сюда. Нет, не сюда. Адам стоял на цирковой площади. Глядя на прекрасную статую Ангела Времени. Он знал, что это его единственный союзник. И единственный ключ к воссоединению с сестрой. Это мое будущее? Похоже, ты права, книга. Следующая остановка, цирковая площадь. Она указывает мне мое будущее. Ладно. У нас есть новая локация. Будем плясать под ее дудку пока что. Что в порядке, дорогая? Кто-то у двери. Я услышала шум и что-то начала волноваться. Что за бабка? Видимо, она снимала квартиру у его сестра. А эта бабка как раз владелица квартиры. Ау, кто там? Одно отвечайте или полицию вызову. Это старушка-соседка. Она не должна меня видеть. Надо вылезти через окно. Похоже. Ливень. Ливень больше похоже на снег. Идти назад. Нельзя уходить. Старушка под дверь. А может я смогу телепортироваться через карту? Нет. Я могу просто пройти в дверь. Ну конечно можешь, только там старушка стоит. Что мне теперь делать? Включить музыку. Все в порядке, не волнуйтесь. А, он включил запись. Ну ладно, дорогуша. Я оставлю ключ от машины в почтовом ящике. Спокойной ночи. Прокатило. Фух, едва пронесло. Теперь можно и выходить наружу. Так точно. Мне все еще нужен телевизор будет. Отправляемся на Родео. А ведьм 4? Точно? Ну ладно. Нет, я сейчас там. Мне нужно куда-то в другое место. Стоп. Куда мне нужно? Гостиная. Спальня. Может быть на машину? А. Нужны ключи, окно я не разобью. Он хочет на машине, на чужой проехаться. Она сказала, что оставит ключи в почтовом ящике. Включи от почтового ящика. Откуда-то у меня есть. Я не помню откуда, но в инвентаре был. Берем ключи и чужую машинку. Спасибо, бабуля, за машину. Скейр Кроу Сквер. Узнаем нашу судьбу. Точно, как сказано в книге. Тут же Ребус. Прямо сердце упугало. Эх, а тут-то что? У этой штуки не хватает каких-то частей. У меня их точно нет. Тут больше ничего нет, только это пугало и все. Подсказка? Все-таки тут можно осмотреться, шепето. Что за клоун? Значит, меня не глючит. Тут действительно есть цирк. Э, это тот чел, бейт. Он меня вычислил. Сдавайся, Адам. И не бойся, твоей сестре участь Аманда не грозит. Обещаю. Она для меня гораздо более ценна. А вот тебя ждет та же судьба, что и Аманду. Это я тебе тоже обещаю. Мертвец угрожает бессмертному. Как глупо. Забудь про Элли, как ты забыл все чудеса, которые я сотворил, чтобы доказать, что ты неправ. Ты. Сэр, 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 вы с кем разговариваете и вообще, что вы делаете за кулисами? У нас тут артисты, опасные животные, дорогое оборудование. Посетителям тут не место. Я статуи еще. Такое очень странно в обидоса. Нет, 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 вы меня не слушаете. Нет тут никаких статуй. Ни странных, ни нормальных, никаких. Так что если вы не артист и не сотрудник, а я вижу, что нет, вам здесь нечего делать. Попрошу вас удалиться. Мог бы жетон свой показать, что он полицейский. Нужно как-то снова попасть внутрь. Думаю, этот шут нам поможет. Если ты поймаешь в воздухе монетку, которую я подбрасываю, я тебе ее отдам. Лучше отдай мне свой наряд. Больше пригодится. Ну вот, никакого больше веселья. Если бы только случилось что-нибудь интересное. Хоть бы фейерверк был. Обожаю фейерверки. Хорошо, сейчас устроим тебе фейерверк. Ну что, шокером ударить вообще? Тайзером. Ну тайзер это же вроде бы шокер. Присоска. Плюшевая свинка. Найс. Можно монетку засунуть. Класс. Обеспечил нам выпивку. Шипучка. Две рации. Палатка. Много тут всего. Игральные кости. Шляпа. О, квадратная часть стату... Статуэтки этой, которая была на главной площади. Сейчас мы туда вернемся и... Сейчас сделаем. Ненавижу игры с переодеваниями. Ну что уж поделать. Ладно, возвращаемся туда. Попробуем собрать пугало. Все, теперь я должен заработать. Только что тут надо сделать? Что-то я не очень понимаю. Типа вот все идет отсюда. А, или нужно его... Нужно, наверное, его переместить. В другую часть... Этого поля. Я, кажется, понял. Сейчас все сделаем. Э, что он не едет-то? Ёкарный бабай. Че он не едет? Не, реально, че он не едет? Блять. Почему он не едет? Че-то я вообще не шарю, что тут надо. Мне нужно передвинуть фрагменты С. Чтобы сверкающий квадратик мог передвинуться из точки А в точку Б. Как я вот эту передвину? Она на весь экран. Даже если она у края стоит, она все равно закрывает проход. Это невозможно. И хоть понимаете, что это невозможно? Нет, серьезно. Ну, даже если я так сделаю, хорошо. Все равно не проедет. Так, тем более не проедет. Что-то я недопонимаю этой головоломки. Это очень-очень странно. Ну, хорошо, предположим, я вот это все уберу. Все равно остается, как минимум, вот эта центральная. Ее я никак не уберу. Вообще никак. Вот это не двигаться, если бы она двигалась еще. Что-то я ничего не понимаю, как это сделать. Сбросить. Сбросить. Четилось. Может их крутить можно как-то? Блин, подсказку. Похоже, мне нужно кровь из носу собрать эту фигню. Значит, никак. Чепочку будешь? Шляпу. Рацию. Плюшевую. Мишку. Тоже нет. Если я снова заявлюсь в таком виде, меня опять выставят. Хорошо. Короче, нужно это собрать. По-другому никак. О-о-о-о. Есть какие-нибудь идеи? Что-то у меня нету. Ну так он не проедет, потому что вот это на три клетки. Три клетки. А тут всего две клетки. То есть он по-любому будет закрывать центральный проход. Еще раз перечитаем. Мне нужно передвинуть фрагменты С, чтобы сверкающий квадратик мог передвинуть. А-а-а! Кажется, я понял. Не обязательно по прямой. Можно и так просто. Тогда еще ладно. Нужно просто ему проделать дорогу. Хорошо, сейчас сделаем. Эту по-любому нужна. Сюда. Теперь. Так. И все. Отлично. Я-то думал по прямой. Сижу, голову ломаю. Как бы объяснили. Новый символ. Нам таких нужно четыре. Два уже есть. Хорошо. Чайские времени белеют. Э, я думал, мне как-то помогут снарядам клоуна. Мне дали символ и все. Послали на три буквы. Эти статуи это сумасшествие. Похоже, мне сейчас нужно вернуться на Родео-овеню. Вставить символ, посмотреть, что мне скажет книга. Новая страница. Где, кстати, эта книга? А, блин, мы могли прям там вставить. Ну ладно. Раз уж вернулись. Следующая глава. И этот символ. Это та же площадь. Адам был один в цирке. Кроме одной из статуй. Его безвременных союзниц. Значит, я был один в цирке. Мне нужно попасть внутрь цирка. Теперь уж точно. Просто там сказано, что я был один. Слушай, а можно занять у тебя твой костюм? Нет, конечно. Но это же будет весело. Нет. А если я дам тебе шляпу? Ну я так и понял, что вернуться обратно внутрь будет непросто. Роцы. Шпучку. Мишку. Тазером тебя. Скотчем рот заклеить. Тоже нет. Что ж, посмотрим еще раз в палатке. Хм. Одеяло. Нет, я еще не все взял. О, фейерверки, которые он так хотел. Сейчас вместе с ним будем запускать. Обожаю. Держи фейерверки. Ну. В чем прикол? Нужно их поставить там. Башня Койт. А, можно еще туда было пройти, я даже не знал. Вход в башню Койт. Ты кто такой? Проходите, уважаемый, выставка закрыта. Проходите, уважаемый, выставка закрыта. Вы поняли? Все как понять. Проходите, уважаемый. Но выставка закрыта. Так что, пошли вы. Не уходите, а проходите. Какие-то гопники маленькие. Что вам надо? Охранник уже отобрал у нас хлопушку. Дам вам новую. Хлопушку, говоришь? А хочешь целый фейерверк? Круто. Вот, держи, напускать будете по моему сигналу. Договорились? Не вопрос, а когда... А какой сигнал будет? Без понятия, какой сигнал будет. А, рации. Я сообщу по рации. Еще и рация? Класс! А ее нам тоже оставите? Просто делайте, как я сказал, и главное, успейте удержать, пока охранник с верхнего этажа не спустился. Договорились, ждем сигнала. Осталась одна рация. Хорошо, теперь нам нужно отойти куда-то подальше и дать им сигнал. Забрали магнит, палку для селфи. Офигеть, вот это набор. У меня никогда такого набора не было инструментов. Ну, там в каком-то сезоне был, но у нас их быстренько отобрали. Хорошо. Хотя, может быть, нужно использовать рацию. Блин, я даже не знаю. Жива. Понеслась! Пошла жара. Теперь нам нужна в эту башню. Или нет? О, фейерверк. Он влёгся, может, теперь его можно вырубить. Чем тебя вырубить? Тазером. Точно. Отлично, вот этот азер пригодился. Я так и знал, что мне нужно его чем-то таким рубануть. Прости, дорогой, ничего личного. Ты сам не хотел отдавать магнит. Палка для селфи. А чё с него стянуть-то надо? А, всё, одежду. Нельзя его так оставлять, это вызовет подозрения. Ну, это мягко сказано. Можно перетянуть его в шатёр. Или прикрыть одеялом просто. Шляпу одеть. Сейчас мы его нарядим. Как будто так и надо. Всё. Нельзя же так бросить человека раздетым на улице. Согласен. Пусть макробата. Палка для селфи. Я не знаю, что ему ещё дать. Ну, одеяло я ж пробовал. Не получалось. Всё, у нас боярский лежит, отдыхает. Заходим. Ой, надо переодеться сначала. Теперь можно возвращаться в цирк. Мы замаскировались. Он меня не узнает. Алина, цирка. Новая статуя. Новый ребус, по-любому. Ну, конечно, Вейд сбежал. Но здесь есть ещё одна статуя. Три зеркала. Какие-то пилюли. Что это такое? Похоже, здесь был красный диск. У меня-то его точно нету. Чёрт. Азад. Можно здесь осмотреться. Похоже, там что-то есть. Заперто. Там что-то похожее на красный диск валяется. Если попробовать с магнитом. Тоже не то. Смотрите-ка, обезьянка. Ключ. Так, а вот и ключ от клетки. Давай сыграем в игру. Похоже, мне надо сыграть, чтобы получить ключ. Если я хочу играть с ней, надо дать ей банку шипучки. Получай. И чё, у меня будет только одна попытка, что ли? Хорошо, вот здесь ключ. Ох, нихера до себя. Это нечестно. Что теперь? Я воспользуюсь магнитом. Тоже буду играть нечестно. Нет? Я думал так. Ты меня обманула, сволочь. Не попал, попробуй снова. Либо на рандоме надо вытащить, либо всё-таки магнитом. Она меня так будет долго дурить. Всё время справа. По-моему, она жульничает. Да по-любому жульничает. Магнит нужен. Сука, я так не угадаю никогда. Она точно жульничает. Так, а чё, магнит бы помог. О, ебать эту обезьяну, вот и всё. Даже без магнита можно забрать всё. Всё время справа. Точно жульничает. Я не знаю, что тут пока что делать. Уходим, наверное. У меня, походу, чего-то нет ещё. Может, её тоже тазером надо приложить. У меня больше нету тазера. Ох, как же тут всё непросто. Го, подсказку возьмём. Что-то слева. Что-то я могу тут сделать. Всё, что я могу тут сделать. Там что-то светится, видите? Бирюзовым пламенем. Я не знаю. Как бы... Тут заперто. Видимо, тот замок, тот ключ, который она разыгрывает, вот отсюда подойдёт. Но... Я же не могу его выиграть пока что. Подсказка. Отлично. Меня ведут сначала сюда, а потом меня ведут назад. А, нет. Там ещё что-то есть. Во. Это уже получше. Это сраная обезьяна. Ненавижу. Кошак. Живой. Всё подряд кликаем. Попугай тоже живой. Тут всё открыто, кроме самоцветов. Самоцветов нету. А вот и самоцветы подъехали. Тогда это будет не сложно. Балерина где-то. Мятная палочка, мороженое, земляника, перо. Мятная палочка и перо. Без понятия, что такое мятная палочка. И как она должна выглядеть. Перо. Перо может у него забрать? Нет. Не хочется отдавать. Мятная палочка. Возьмём подсказку. Они всё равно откатываются в разных зонах по-разному. Мятная палочка. Может только шака что-то взять. Смотрите, он так смотрит. Такими задумчивыми глазами. Вообще не вижу перо. Оно может быть где угодно здесь. Ладно, подождём уже подсказку. А, блядь. Сука, как я его не заметил. Потереть лампу. Как я мог его не заметить вообще? На самом видном месте. Вот всегда так, что на самом видном месте находится, не всегда замечаешься. Левный диск со звездой. Чё-то знакомое. А, это мы должны всунуть в ту статую. Хорошо. Похоже, теперь всё. Идём к статуе. Пихаем диск. Или нет. Ну, зелёный диск со звездой. Что здесь происходит? Бля. Это невозможно. Что-то здесь я могу сделать. Ну, что? Ага. Вот здесь он должен стоять. Ок. Я вроде бы все точки потыкал. Всё равно ничего не сработало. Но этого мало. Этого мало. Видимо, нужен ещё один диск. Красный. А красный диск у нас находится как раз за решёткой. Ключ от которой разыгрывает эта сраная обезьяна. Отдавай мне уже ключ. Ну, точно же. Магнитом надо как-то проверить. Как по-другому-то? Хм. Это я уже видел. Если что-то с этой записью сделать. Скотч. Ещё дело в её тюбетейке этой. Магнитом. Палкой для селфи. Я не знаю. Просто здесь она сверкала. Смотрите. Что-то она сверкала. Короче, я не знаю, что здесь делать. Возьмём-ка подсказку. Ну, магнитом. Я это делал сто пятьсот раз. Вы сами видели. Я это делал тысячу раз. Ещё давно его делал. Ага, вот он. Это слишком очевидно, блядь. Только тут слишком уж очень точные точки, в которые надо попасть. Шаг влево, шаг вправо уже не попадаешь. Поэтому не всегда получается. Даже правильное дело делаешь, всё равно промахиваешься. Это не очень удобно. Всё, мы забираем третий круг. Если он здесь есть. Должен быть. Да, вон он. Я его вижу. И... Чиним статую. Реально, самый сложный эпизод. Четвёртый. Финальный. Я, конечно, понимаю, что он финальный, но всё равно очень сложно. А тут что? Хм. Наверное, везде должен быть один цвет. Типа красный, зелёный и синий. Типа того. Наверное, да. Тут можно семей. Тут можно... Не знаю, жёлтый сделать. Тут зелёный. Всё. Только жёлтого нету. Ну ладно. Пускай будет так. Третий символ. Нам остался только последний. И мы узнаем свою судьбу. Ты приближаешься, Вольф? Да я и без тебя знаю. Я вообще красавчик. Третий символ. Можно всунуть его прямо здесь. Сюда. Ещё одно пугало. Башня Коит. Прекрасный вид на весь Сан-Франциско. Это совсем рядом. Отсюда Адам увидит то, что не может выглядеть своими неверными человеческими глазами. Ещё бы. Новая задача Башня Коит. Здесь мы вроде бы всё сделали. Идём прямо в башню. Только может быть снимем этот клоунский наряд? Нет? Прямо так пойдём. Простите, вы тут пару пацанов не видели? Одни фейерверки пускали. Ну, вообще-то нет. Не видел. Эй, жирный, ку-ку. Стой, ну, погодите у меня. Спасибо, пацаны. Удружили. Фух. Молодцы, мальчики. Я не могу пройти, вход пишется на камеру. Нужно её как-то отключить или обмануть. Можно заклеить скотчем или палку для селфи установить. О, как для селфи подойдёт. Фотографию просто прилепить. Телефонная камера. Фотография этого места с точкой, где находится камера слежения. То, что нужно. Теперь мы её прилепляем туда. Нет, так не получится. На скотч. Что не получится-то? Телефон, на скотч, и эта камера как бы зациклена будет. Что не так-то? Плюшевую свинку, что ли, прилепить? Ну-ка, подсказку гоните. Вообще не здесь. А где тогда? Хм. Очень странно. Можно же на скотч прилепить телефон, и там будет эта картинка вечно. Опа. Что, где же цирк? Кто шутит шутки с моим мозгом? Цирка никогда и не было. Эти статуи, это сумасшествие. Реально, где цирк? Платформа метро. Реальность меняется прямо на глазах. Время изменяется. Что это? Сфотографируем фотографию, значит. Можно распечатать. Наверное, нужно распечатать это фото, он не хочет оставлять телефон, и приклеить его потом на скотч. Хорошо, я распечатаю. Отлично. Теперь точно получится. Возвращаемся. Снимок плюс скотч. Снимок плюс скотч. Ну, это все. Теперь можно попасть внутрь. Заперто. Может, удастся взломать. Блядь, даже на камере охраны тут у них ребусы стоят. Мне нужно соединить символы так, чтобы ни одно поле не осталось пустым. Че? Смысл? А, я понял. Нет, нихуя не понял, какая-то жесть творится. С одной стороны, блядь, я понял, с другой стороны. Ну вот, ни одно поле не осталось пустым. Что дальше? Что это такое? Еще раз. Мне нужно соединить символы так, чтобы ни одно поле не оставалось. А! Типа, вернуться в стартовую точку или что? Ничего не понятно. Я, кажется, понял, но, по-моему, это вообще пиздец. Сложно будет. То есть, типа, вот так. Да. Да, кажется, понял. Сейчас попробуем. А, нет. Вроде нормально. Не так уж и сложно, как я думал. Все. А, это только первая ступень была. нужно таких три решить. Отлично. Всегда мечтал. В принципе, это не так сложно, как я думал. Самое проблемное. Э, а тут как? Походу, я засрал. Все, надо... Блин, а как перезапустить-то? Как это перезапустить? А тут можно вообще перезапустить? Фух, не сбросились. Я боялся, эти лампочки погаснут. Так, боялся. Сначала это. Потом вот это. Потом это. Потом это. Изи. Все, заходим внутри башни койт. Последняя, четвертая. Или третья пугала, я не помню. Короче, последняя деталька здесь будет. Но у меня таких фишек нету. Так не получится. У меня вообще плюшевая свинка есть. Все тут критики. Зачем нужна плюшевая свинка? Мне кажется, мне сюда рановато. Правильно? Правильно. Зачем я сюда заходил? А! Не вижу, как это можно открыть, ничего не сломав. Так, может, это не нужно? Плюшевая свинка, серьезно? Вот она и пригодилась. Я не могу снять всю витрину, надо как-то разрезать стекло. Зачем свинка-то нужна? Ищем ножик. Бриллиантом разрезать? Алмаз. Ну да, он очень острый, по идее, плотный. Гавалерная работа, как говорится. И на присоске вытащить. Отлично, хоть где-то пригодилось. Все, выбрасываем. А почему он не хотел ломать? Чем это отличается от того, чтобы просто сломать стекло? Золотая фигурка устанавливаем сюда. Но, по-моему, нужно что-то еще. Кроме этой фигни. Или нет? Нет, уже можно сыграть. Нужно передвинуть фигурки к монетам того же цвета. Сейчас будем разбираться. К монетам того же цвета. Вот монета того же цвета. и что дальше? Как это делать? А-а-а! Я понял. В скобочках нет. Я понял. Я понял, я понял. Тут у нас две фигурки одного цвета. Их нужно по бокам от монеты черной установить и так далее. Это будет непросто. мягко говоря. Пиздецки непросто. Одно есть. Теперь что делаем? Красную можно попробовать? Нет. Красную. Да, это ни хрена непросто. Красная есть. Тут нужна черная. Черная есть. Или вторую черную. Блин, я не знаю как так сделать. Правильно. можно так. Черный на месте, но зато все остальные в рассыпную. Только собираю одно и все остальное идет наперекосяк. Вот нам осталось вроде бы золотые и серые. Осталось только поменять их местами. Все. Отлично. Последний символ. Можно хоть. Капец, я сплю просто. Она ждет тебя. Спаси ее. сестра. Пора увидеть последнюю главу моей жизни. Самая последняя страница, да? Точно. Адам глядел за к нам башни код в поисках Элли, но не мог найти ее, потому что она была под землей. С ней был человек в белом Уэйт. Адам знал, что это правда. Адам знал, что он ключ к возвращению сестры. Если того пожелает судьба. Что ж, книга, ты ошиблась, я не буду терять время на любовные, на любование видами. Уэйт. И у меня для тебя есть сообщение из будущего. Никакая судьба не помешает мне найти ее. Помяни мое слово. Судьба знала, что вы скажете, и это Вульф. Вам не удивить судьбу, но судьба всегда удивит вас. Прибыл поезд, и на нем вас ждет сестра Вульф. Вместе с правдой. Вэйт, человек в белом. Он это написал? Прощай книга. Я седра горло твоими жалкими писаниями, Вэйт. Пришло время тебе умереть. Интересно, как он собирается его убить, если даже пуля его не берет. Теперь нам нужно в метро и на поезд. Метро было где-то здесь. Поезд времени подходит, мистер Вульф. Его конечные остановки жизни и смерть. Какой путь вы выбираете? Упс. Не ваш поезд, мистер Вульф. Этот идет к жизни. Что-то мне напомнило матрицу первую. Я не дрались в метро. Подождем следующего поезда времени. А пока поиграем в прятки, мистер Вульф. Прямо как вы с вашей сестрой. Это же так весело. Пистолет? Здесь ты зачем оружие? Действительно зачем оружие? Ах ты. Хорошо, без оружия справимся. Не догонишь, не догонишь. Catch me if you can. Поезд. Здесь все горит. Кислород кончается. О боже, мой дым. Я же задохнусь. Надо как-то пробраться сквозь дым. Заперта. У меня вообще ничего нет. Инвентарь пустой. По нулям. Молоточек. Еще. Аварийный молоток. Очень быстро кончается кислород. Мотивогаз. надо надеть противогаз быстро. Ну надевай же ты. Ну как его надеть-то? Блядь. Ну как его надеть? На что надеть? Во. идти вперед. Бесполезно. Все равно это штука для смертных. Зачем ты тогда ее одел? Уюбок. Что-то он сейчас похож на чувака из бойцовского клуба. Только старого. Что? Кинжалом? Тот самый кинжал. А-а-а. Вы заплатите за все раньше, чем думаете. О, тот самый куб, который мы пытались открыть во втором эпизоде. Еле открыли. Тот самый ящик, который принес мне Дес. Но он не целый. Опять? Ну сколько можно? Предмет демонический контейнер. Требуется сборка. Требуется сборка. Что мне прям тут его собрать? Мы целый эпизод его собирали, а тут я его соберу за пару секунд? Или что? Все предметы вроде есть. Ммм. Мот, мот. На изи. Подписка. А как вы думаете, что помогло Дезу прожить тысячу лет? Он признал безвременья. Он поверил в бессмертие. рука Деза. Под демона. С собственной рукой лучше не трогать. Фотография жены того художника. Краски. палитра. Здесь должна быть дверь. Где распроклятая дверь? Может ее нарисовать? Ну да. Кто выключил свет? Вы следовали моей книге до букв я. Вы видели, что время для нас больше ничего не значит. Теперь вы мне верите? Видите, что тоже сможете стать бессмертным? Всего одна пуля и я докажу, ты не прав. Я тот, кто смотрит в будущее, а вы тот, кто смотрит в прошлое. Я чую, что все уже случилось. Помните результат? Второй раз может они повезти? Да и кстати, вы мне нравитесь. Вас и ваши сестры великолепны ум. Слишком острый для того, чтобы прозябать среди посредственностей. Куда? Ваши места не здесь. Просто скажите слова и станьте одним из нас. Пройдите к правде. Безвременье. Общество бессмертно. Люди, правящие временем. Думаю, преимущества вам уже много раз демонстрировали. Вечность ждет такую яркую душу, как ваша. Вечность и для вашей сестры тоже. Отпусти, Элли, сейчас же, или, клянусь, я тебя убью. О, ваше безуверие не делать вам чести. Мы со смертью дабы, друзья. Полагаю, вы уже встречались. Да, пару раз было. Че? Мы очутились на каком-то кладбище, где все пугало собрались. И, наконец, волк пришел на перепутье. Все надеется найти свою сестру. Какой-то чужой со знаком бесконечности. Не бойся, ты обретешь ее. Ты заплатил свою цену. Это смерть, кстати. Ты прочел книгу. Прошел путь. Твоего времени больше нет. Что это значит? Пистолет. Ну что, одно поле покажет, что вы ошибаетесь. Двойной заряд адреналина. Или одно поле покажет, что вы труп? Жалко. Вы так быстро забыли, что я вас уже убил, а потом дал вам второй шанс. Я даже не стал мешать Элле, когда она принесла вам часы, которые вы так гордо носите. Думаете, я не знал, что она обещала вас? Элле. Это она. Сначала дайте мне окончательный ответ. Потом вы будете с ней вместе вечно. Посмотрите на эти прекрасные песочные часы. просто встаньте перед ними и назовите имя того, кого вы по-настоящему любите. Время этого человека вскоре исчезнет. Как это всегда происходит с людьми, которые не понимают. И вечность будет вашей, дарованной тому, кто верует. что-то верует. Угадай, чё имя я последним прошептал здесь. Аманда. Она умерла тогда. Нет, чудовище. Она была моей подругой. Безять обоих. Смерть. Сейчас бы смерть с пистолета убивать. Ещё и все патроны потратил. Ещё нет. Ещё не время. Но очень скоро оно придёт. Что за жизнь творится? Энни, ты в порядке? Господи, я так рад тебя видеть. Но, Адам, я не такая, как ты думаешь. Конечно, ты. Что, какая ещё не такая? Ты моя сестрёнка. Адам, я тебя так люблю. Я так хотела, чтобы ты спас меня от этого кошмара. И я здесь, Элли. Всё кончено. Адам, нет, ничего не кончено. Я хотела дотянуться до тебя и делала ужасные вещи. А теперь у нас совсем нет времени. Она тоже стала безвременной, что ли? О чём ты? Думаешь, они тебя убьют? Я разобью эти песочные часы раз и навсегда. Адам, ты не понимаешь. Я обманом. Они обманом заставили меня произнести твоё имя перед песочными часами. Адам, у меня заканчивается время, и всё из-за меня. Мне так жаль. У тебя заканчивается время. То есть, я должен умереть? Видите, мистер Вольф? Вы оказались именно там. Тебе нужно нам. Прощайте, мистер Вольф. Полиция? Какого хера? Что они тут делают? Кто их посвал? Ты мой должник, Вольф. А, этот чувак, к которому мы обращались все сезоны, который пробивал отпечатки. Я сделал это. Я нашёл свою милую сестрёнку. Наконец, она вырвалась из схватки безвременья. И я заплатил цену. Я практически слышу шелест песка в этих проклятых песочных часах. И они шепчут моё имя. Моё время за свободу Элли. Я спас её. Хотя это могло стоить мне жизни. Его спасли чисто полицейские. Конец четвёртого эпизода. Вау. Так это ещё не конец получается. Он так и не поймал того ублюдка, который сбежал. Или это финал? Что-то я не понял. Получается, тот детектив, к которому мы часто обращались, он как-то прознал, что я здесь. Вызвал копов и очень даже вовремя. Финал сезона сухой из воды. Это точно всё? Играть. Вы прошли все эпизоды. Создайте новый профиль, чтобы начать игру сначала. Да, получается это всё. Но, по-моему, немножко незаконченная история. Тот чувак всё-таки сбежал. И он может в любое время вернуться и убить Адама. Короче, непонятно. И какой-то суббурный немножко финал. То есть, его чисто спас друг. который как-то прознал, что он будет здесь и вызвал копов. в общем, как-то всё странно. Ну, в любом случае, игрушка мне очень понравилась в таком жанре. Пожалуй, это лучшая игра, которую я когда-либо играл. Она была в меру сложной. Точно непростой. Просто мозг мне выносило в некоторые моменты. И достаточно интересный сюжет. До самого конца было интересно, что же тут происходит. Так что, обязательно оставляйте лайки, пишите ваше мнение по этой игре и по концовке в комменты. С вами был Макс. Всем удачи и всем пока. Увидимся с вами уже в следующей игре.